здравствуйте дорогие друзья и с вами снова ваш болгарский дневник сегодня вынуждена выйти к вам со вторым роликом внеочередным который будет касаться изменениям в правилах въезда в болгарию теперь эта информация будет касаться только граждан евросоюза большей степени будет касаться граждан германии поэтому будьте внимательны хотела еще раз сказать для граждан россии что вас эта информация не касается для вас правила въезда пока не изменены мы по-прежнему находимся в оранжевой зоне и для въезда вам необходимо помимо паспорта и визы это вакцинация спутником в двухкомпонентная либо пцр тест который действительно в течение 72 часов на эту тему я сняла предыдущие видео уже даже два предыдущих видео внимательно смотрите и слушайте их ну а теперь та информацию которую я получила от своей постоянной подписчицы елены из германии также я подкреплю эту информацию ссылочки ссылочкой на официальные источники так вот с 1 декабря 2021 года въезд в болгарию из большинства стран членов евросоюза разрешен только с отрицательным тестом пцр не старше 72 часов и сертификатом о вакцинации не ранее чем через 14 дней после последней дозы или с результатом теста свидетельствующим о перенесенной инфекции к вид без дополнительных обязательств по карантину доказательства должны быть в едином формате евросоюза детям возрасте до 12 лет не требуется тест либо доказательства лица с действительным видом на жительство в болгарии и члены их семей а также граждане болгарии которые не могут пройти тест или выезжают из определенных третьих стран должны соблюдать обязательный десятидневный карантин это не относится к путешественникам из определенных третьих стран освобождены от представления вышеуказанных тестовых документов помимо несовершеннолетних в возрасте до 12 лет в том числе водители автобусов международных пассажирских перевозок водители грузовиков международных грузовых перевозок а также экипажа самолетов ограничение в стране чрезвычайно эпидемиологическое положение действует до 31 марта 2022 года часы работы и условия доступа в общественные здания корректируются в краткосрочной перспективе в зависимости от текущего случая заражения с соблюдением обычных правил гигиены и расстояний то же самое относится к магазинам аптекам ресторанам барам дискотекам и клубам при въезде обратно в германию это касается уже граждан германии обратите внимание на применимые требования к въезду в отношении правил регистрации карантина и обнаружения полная вакцинация или доказательства выздоровления или текущий отрицательный тест на ковид-19 ознакомьтесь подробная информация о состоянии здоровья на основе данных есть сидиси существующих ограничений включая требования карантину и тестированию путешественник а также мобильные приложения для отслеживания контактов с коронавирусом и оповещения о повторном открытии евросоюза ознакомьтесь подобными мерами в посольстве германии в софии на веб-сайте министерства здравоохранения болгарии а также на болгарском информационном портале к вид 19 в случае симптомов к вид 19 или контакта с инфицированными свяжитесь с болгарскими властями по центральному номеру экстренной помощи 112 помимо болгарского он также доступен на английском языке всегда следуйте указаниям местных властей теперь информация исключительно для граждан германии для регистрации въезжающие лица посещают сайт www.annerainreiseanmeldung.de и указывают информацию о местах своего пребывания за последние 10 дней если среди них есть зона риска въезжающее лицо просят предоставить свои личные данные сообщить планируемое местонахождение в течение 10 дней после въезда на время необходимого карантина или для связи с соответствующим органом после того как вся необходимая информация будет указана въезжающее лицо получает файл формате pdf в качестве подтверждения если въезжающее лицо не находилось зоне риска в течение последних 10 дней процесс регистрации будет досрочно прекращен без выдачи подтверждения собранные данные въезжающих лицах автоматически передаются соответствующему органу как правило органу здравоохранения на основании указанного местонахождения в германии становится и становится доступным только этому органу то есть для жителей германии болгария в настоящий момент находится в опасной зоне поэтому чтобы не попасть под домашний карантин после поездки в болгарию по возвращении в германию рекомендовано вакцинированным и выздоровевшим людям людям возрасте от 20 лет и старше предоставить свои доказательства выздоровления или вакцинации и негативный тест по адресу www.oneinreiseanmeldung.de загрузка непосредственно при регистрации только в этом случае снимается обязательство о карантине если вы просто покажете по прилету тестовое доказательство pcr тест 72 часа или 48 часов экспресс тест на антиген он тоже принимается вас могут посадить на карантин бесплатное тестирование во время карантина для повторно отрицательного результата теста возможно не ранее чем через пять дней с момента въезда в германию текстовый вариант всей информации которая сейчас озвучила я опубликую под этим видео спасибо вам большое еще раз елена которая вовремя проинформировала меня эта информация будет крайне важна для жителей германии тем более у нас произошел первый прецедент когда жители германии два дня назад не пропустили не посадили на рейс из германии в болгарию поэтому будьте осторожны также автор канала романтика дальних путешествий ссылочку на его канал я опубликую под этим видео также проинформировал меня о том что в настоящий момент для всех граждан евросоюза для того чтобы въехать в болгарию необходимо предоставить помимо вакцинации документа о вакцинации плюс pcr тест который действительно в течение 72 часов с момента сдачи анализа и в связи с этой ситуацией хотела дать вам два ценных совета я надеюсь что вы ими воспользуетесь первый совет если вы не разобрались совсем в новых правилах запутались окончательно но планируете свою поездку в болгарию вы гражданин евросоюза либо не евросоюза любой страны пишите в комментариях я такой-то такой-то из такой-то страны очень важно указать страну откуда вы выезжаете и ваше гражданство непосредственно какие документы мне необходимы для въезда в болгарию и мы обязательно проинформируем вас вас в течение ближайшего часа что необходимо вам будет предоставить для таможенников какие анализы теста вам необходимо будет сделать то есть перед вашей поездкой на канале вы получите всевозможную полезную информацию в виде комментариев моих советов а также советов наших многочисленных подписчиков и 2 очень важный момент если вы планируете ближайшее время лететь на самолете в болгарию выбирайте пожалуйста тариф не самый дешевый что я имею в виду в связи с постоянно изменяющейся ситуации крайне важно чтобы у вас всегда была возможность вернуть ваши авиабилеты либо обменять их в том случае если поездка по независимым от вас обстоятельствам не состоится не рискуйте вашими средствами билеты сейчас стоят не так дешево лучше переплатить там 50 100 евро и быть спокойным также в россии есть такой вид страховки возможно он есть и в европе обязательно выясните это так вот есть страхование от невыезда ряд авиакомпании предлагает такой вид страхования поинтересуйтесь у вашей авиакомпании возможно они предложат вам такой вид страховки и это будет вам выгоднее чем приобретать какой-то дорогой тариф проконсультируйтесь заранее прежде чем приобретать билеты но я в свою очередь все еще планирую поездку в болгарию и надеюсь подробно отснять для вас что надеюсь что у меня будет такая возможность и подробно рассказать как прошла моя поездка с аудио рассказом и видео подтверждениями возможно информация будет полезна для жителей россии которые собираются в ближайшее время поехать в болгарию любом случае я желаю вам успешного продолжения этой недели если у меня появится какая-то новая информация я буду снимать внеочередные ролики сразу же информировать вас я стараюсь держать руку на пульсе в этом мне помогают мои замечательные подписчики ну а я желаю вам крепкого так сказать сибирского здоровья пожалуйста не впадайте в уныне не грустите вы не одни мы здесь все вместе будем поддерживать друг друга как информации так и добрым словом желаю вам всего самого хорошего ваш болгарский дневник